Анатолий Адуардович, с момента прошлого приезда, когда я приезжал на подписание договора сюда, это в декабре месяце было, я не видел вот этих наград, их еще здесь не было. Я знаю, что они все лежали какие-то в московском офисе, какие-то здесь у вас по кабинетам, и вы сейчас их собрали здесь, в конструкторском бюро. Скажите, вот я прошелся, посмотрел какие-то из них, вот вообще расскажите, ну про какие-то из них, может быть такие самые значимые, которые для вас самые дорогие. Да я бы, наверное, прошелся кратко по всем. Да, давайте так и сделаем. Значит, это малая часть наград, просто, то, что, образно говоря, под руку попало, на это и повесили. Ну вот, это казахстанская награда, я выступал в Астане на международном форуме по тому, как улучшить евразийское пространство, улучшил инфраструктуру, построил скоростные дороги и получил грамоту из рук министра экологии, который, собственно, под эгидой этого министерства экологии проводился этот международный форум. Ну, это награда, я стал послом мира, ну, здесь можно больше не говорить. А это одна из моих первых грамот, полученная еще в 1966 году за действующую модель ракетодром. Я увлекался ракетостроением, это я был учеником 9-10 класса, когда я это делал модели, троступенчатые, они улетали на высоту 2-3 километра, а оттуда на парашюте спускалась мышка. Это диплом рыцарь науки и искусств Российской Академии естественных наук, а там вот как раз подтверждение этого диплома, вот эта награда. Ну, к этой Академии по-разному относятся, но я могу сказать, что там не меньше талантливых ученых, чем в Российской Академии наук. Это награда с серебряной медали, как руководителя компании, которая получила три знака качества. Три знака качества. Как национальная программа продвижения лучших российских товаров, услуг и технологий, российская марка. Три, видите? Раз, два, три. Это проект модуля пассажирского юнибуса, технологии струнного транспорта, проект модуля грузового. И мы получили эту награду от Высшего Совета знака качества российской марки. Это вот подтверждение того, что эти свидетельства получены. А это две золотые медали ВВЦ. Ну, ВДНХ. Золотые медали. За лучшее тоже достижение. Это диплом номинанта ООО «Струнный транспорта» Ювицкого, где я генерал-директор, генерал-конструктор, на награду «Золотая колесница». А здесь вот сама награда «Золотая колесница», врученная Министерством транспорта Российской Федерации и Государственной Дувы. Это высокая награда. Называется она, если прочитать, «Золотая колесница». Это что я сейчас? Номинация проект года транспортной отрасли. То есть номинация проект года транспортной отрасли. Это золотая медаль ВВЦ. Вот как раз одна из них там есть. Получена еще в 1998 году. Я получил эту золотую медаль из рук Министра науки и технологий Российской Федерации. Тогда был Кирпичников. Это награда за участие в выставке проекта «Юграин ВВЕС-2007». Я участвовал в трех выставках в Ханты-Мальчиске, в трех международных форумах. После этого у нас были заключены контракты, мы говорили, конкурсы на разработку стратегии применения струнного транспорта в округе, территория которого, кстати, превышает территорию Франции. Ему предложили построить около трех тысяч километров струнных дорог, грузовых, городских, высокоскоростных. Мы были поддержаны губернатором Ханты-Мальчисского округа и даже были в бюджете округа 800 миллионов рублей на первый реальный уже адресный проект струнного городского дорога в городе Ханты-Мальчиске. Но произошли некие события, был кризис 2008-2009 года, мировой кризис экономический, финансовый, а потом сменился губернатор, и эта поддержка ничем не завершилась в Ханты-Мальчиске. Ну, это очень диплом «Промтранс-2009». Да, таких дипломов много. Это международная специализмная выставка «Ярмака», тоже награда. Здесь тоже экспоцентр за участие, тоже выставляли действующие модели. Это «Сити-Транс-Экспо» тоже, там была действующая модель, и я выступал с докладом, как использовать струнный транспорт в городах. Это награда в Пакистане, тоже там интересная история. Там был международный форум в Исламабаде. Или в Карачи. В Карачи. В Карачи. В Карачи, да. Это будет еще там. Значит, это статистикат за участие тоже в международной конференции. Так. В Ливии. Я вам очень понравился проект и возможность использования этих технологий вот в Ливии. И в Африке вообще. Так. Это «Русинтерэкспо» тоже участвует. Это международная выставка «Ярмака». Международный конгресс промышленников и предпринимателей. Это как раз тоже мы участвовали в международных этих форумах. И как раз получили вот эти три награды. Это «Водова», как раз «Союз промышленников и предпринимателей Российской Федерации». Здесь «Спецтранспорт-99». Это одна из первых выставок, в которых мы участвовали. Это транспорт для городовых курортов. Тоже это одна из областей применения нашего транспорта для развития туризма. И в том числе и в курортных городах, как правило, на побережье морей и океана. Это «Русинтерэкспо» тоже. Это «Автосалон-2001». Это вот диплом «Открытые инновации». Это свежий в 2014 году мы участвовали. Это опять же «Российский союз промышленников и предпринимателей». Итак, шестая национальная выставка и ярмарка. Это тоже, по счастью, тоже в международной выставке «Российского союза промышленников и предпринимателей». Это часть наград, небольшая, это не все. Просто больше места нет. Но здесь четыре этажа, я думаю, что... Ну, те этажи здесь в администрации находятся, поэтому это часть открыта для просветителя, а те этажи закрыты. Там много нау-хау информации закрытой секретно, поэтому там ограничены доступы. Поэтому туда могут прийти только те, кто подписал договор о кондициональности и несет ответственность. Чтобы понимать, что такое, если бы Coca-Cola сто с лишним лет назад раскрыл секреты нау-хау кому-то из посетителей, потому что ему было интересно, расскажите, что за хуй нау-хау? Как может у гада спить? И что вы ее делаете? Могу пить нельзя, да? Если бы они ее сказали, то они мне заработали триллион долларов. Вот чем дело. Поэтому надо относиться к ноу-хау более серьезно, чем большинство людей, которые не понимают, что такое ноу-хау. И секреты. Они... Это наша самая большая ценность. Мы знаем другие, поэтому можно над нами смеяться, издеваться. Ну, это малограмотные, малопонимающие люди так делают. Мы-то знаем, что мы стоим, да? Сколько у нас есть секретов. И другим, чтобы догнать нас, надо вложить миллиарды долларов, не один год, даже не одно десятилетие. Поэтому как раз вот именно это мы больше всего ценим. И какая-то часть нашей работы является публичной. Поэтому извините, но мы туда не попадем. Ну, это успели почувствовать наши уже акционеры текущие, те, кто еще хотят принять решение, вот, стать акционером, присоединиться. И вообще, вот, все награды, да, это одна из таких важнейших частей, вот, в нашей работе. В том, чтобы человек, ну, понял вообще, чем мы занимаемся. Потому что на самом деле сейчас, ну, нелегко, да, на этом рынке, который испорчен, так сказать, различными финансовыми проектами, которые... Ну, типа того, да, очень непросто донести, да, чтобы человек понял вообще, чем мы занимаемся, поверил в это, да. И тем более, те факты, которые сейчас висят на стене, ну, они сами говорят за себя. Ну, вот, говорят там иногда, что, извините, там, жулик, мошенник. Ну, я, наверное, какой-то вот хитрый жулик. Вот, 40 лет, вкладывая деньги, в общей сложности, если перевести на сегодняшние деньги, я привлек под свою ответственность, там, кредиты, займы, потом возвращаться, и так далее. Примерно 300 миллионов долларов. И вот 40 лет я вот, так сказать, с точки зрения этих людей жуничаю, обманываю, чтобы потом украсть миллион долларов, да. Вложу в 300. Ну, вот, наверное, надо назвать по-другому. Это сложнейшая работа по продвижению очень сложной инновации. Это отрасль. Это транспортно-национная отрасль. Как авиация, как же и дорожная отрасль. Как удобили строение. И вот тот путь, который я прошел, которым я иду, никто до меня не проходил. Кто вот отрасль создавал транспортную, в одиночку, без поддержки государства, без финансирования. Кто? Форд? Ну, он не отрасль, он делал автомобиль. Это не отрасль. И автомобиль, вообще-то, был известен за 100 лет до флота. Только был он параллун. Фактически только организовал массовое производство автомобилей, да. И начали их продавать. И потом конвейер изобрел. Это несколько иное, чем то, что я делаю. Надо разработать принципиально новый подвижной состав. Принципиально новую дорогу второго уровня. Принципиально новую инфраструктуру, включающую, в том числе, автоматизированную систему управления. Новую логистику надо разработать. Это сложнейший комплекс работы. И фактически мы это делаем, ну, без поддержки. Мир никогда инноваций не принимает и не воспринимает. Вот за что сожгли Джодана Бронова? За что? Что он плохого сделал? Сказал, что Земля вращается вокруг Солнца. Его надо было жить за это. Так, а не надо думать, что время сейчас другое. Отношение к инновациям точно такое же. Только просто стали другие слова говорить. Потому что законы там и так далее поменялись. Отношение к людям поменялось, да? Но суть осталась той же. Надо сжечь, надо уничтожить того, кто хочет изменить мир Курченко. Понимаете? Поэтому сложно. Ну, мы идем этой дорогой. Я иду. Я не жалею о том, что выпал такой путь. Он не усыпан был розами. И дальше не будет усыпан розами. Так. Только колючками от вас. Да, собственно, я на это и не рассчитываю. Я понимаю, что там нужно человечеству. Это нужно цивилизация. Это нужно каждому человеку в любой стране. Должен быть экологически чистый, безопасный, комфортный транспорт. Дешевый, недорогой. Потому что мы не так уж богато живем. Чтобы на каждую поездку тратить большие деньги. И наша жизнь одна у нас. И не хотелось бы, чтобы меня, моих близких, коснулось, допустим, авария на автомобиле дороги. Путора миллиона человек гибнет. Год на автомобиле дороги. По крайней мере, то, что я говорю, никто еще не опроверг, что мы можем повысить безопасность в тысячи раз. Снизить вероятность аварии, гибель людей довольно ниже, чем авиации. Но даже одно то, что я говорю, что мы можем спасти в 21 веке, порядка 100 миллионов человеческих жизней, раз они не заслуживают какого-то уважения. При этом я не говорю, дайте мне что-то. Я ничего не прошу. Я делаю. Почему меня так ненавидят? Почему? За что? Видимо, кому-то это не угодно. Нет. Причина другая. Люди так устроены. А мир консервативен. И он не восприниматель на вас. Очень дурный. Просто, допустим, в России делается так. В Великобритании по-другому. То же самое, примерно. В Литве по-третьему. Ну, это не надо понимать, что я там жалуюсь. У нас все хорошо. Это все ожидаемо. Я думаю, в принципе, по большому счету, это не жду. И дальше не жду, что на руках носить будут, там памятники ставить. И это абсолютно не нужно. Памятник ко мне будет миллионы километров дорог по всему миру. Игоревский чистый, безопасный. Которым выходит все люди там. Антолий Эдуардович, мы с вами. Вот. Я вам говорю от лица нескольких тысяч человек инвестиционной компании Skyway Capital. И на самом деле чувствуется, что люди проникают сюда этой идеей. С каждым днем становится у нас все больше, больше и больше. Сколько я сегодня вопросов привез от наших акционеров, партнеров. Это все как бы выжимки с нашего полцентра, с нашей информационной поддержки. Да, очень благодарен вам, что мы сегодня вообще раскрыли эти темы. Ну, частично. Да, эти вопросы. Ну, это, так сказать, выжимка такая была. Просто вопросов сотни. И с каждым днем приходят все новые и новые инвесторы, которые, опять же, проходят какой-то цикл понимания того, что мы делаем с вами. Вот. Желаю, наверное, нам успехов. Да, и вам, и нам все вместе успехов, чтобы мы достигли общей цели. Ну, скажу, без инвесторов мы этой цели не достигнем, потому что, к сожалению, в этом мире за все надо платить. Да. И платить деньгами. Чтобы конструктор работал, чтобы платить ему заработную плату. А чтобы он мог работать, надо ему купить компьютер, стол, стул, арендовать помещение, купить программу расчетную, иногда в том, если 100 тысяч долларов за одну программу, за одно рабочее место, а иногда и больше. Чтобы потом взять участок земли, так, под 100 гектаров, чтобы построить тестовые участки, а потом построить там эти тестовые участки, это уже миллионы, десятки, даже сотни миллионов долларов. За все надо платить. Но зато потом мы выйдем на рынок с прорывной транспортной технологией, захвативем его, в каком-то впереди планеты всей, и обгоним всех и навсегда. И поэтому вы делаете очень важную, большую работу, спасибо вам за это, приводите инвесторов. Мы всем им рады. Все, да, мы тоже очень рады просто. Мы понимаем ценность в этих людях. Вот, и такое, да, меня обращение. То есть мы постарались, вообще, ну, постарались раскрыть вот в этот приезд такие основные важные какие-то моменты, да, которые задаются нашими акционерами, вопросы раскрыть, да. Также разбирайтесь, задавайте вопросы, пишите, мы обязательно, мы все открыты непосредственно. Но Анатолий Адуардович всегда у нас связи. Ну, к этому не так, как вот эти тролли делают. Да. Если бы он задал вопросы, я бы ответил нормально. Но это не вопросы, это оскорбление и обвинение. А грамотного человека. Да, но Анатолий Адуардович, вы сказали, приезжайте, в гости, да, сядем за круглый стол и обсудим. Ну, за базар надо отвечать. Безусловно. И тому, кто вот этот базар устраивал, нам тоже отвечать. А они же прячутся, они не хотят отвечать за помой, которая не выливает на нас. Ну, давайте не будем о них, закончим на позитивной ноте. Все, Анатолий Адуардович, спасибо огромное, всего вам доброго. И вам удачи. Здравствуйте, дорогие друзья. Я рад вас приветствовать на традиционном вечернем вебинаре в среду. Собственно, сегодня проходил вебинар дневной. Напишите, пожалуйста, поставьте плюсики, кто на нем присутствовал. Как меня видно, как слышно. Я рад всех приветствовать. Только вот буквально с самолета приехал с Минска. И не поверите вообще, вот ситуация, показывающая развитие нашей системы, нашего проекта, ну, для меня это показатель. Действительно, и такие совпадения очень радуют. Представьте себе, ну, так как, собственно, шквал работы всеми директорами был проделан достаточно большой. О результатах я сегодня вам расскажу, о своих впечатлениях. Не только впечатлениях, но и объективной оценке. То, что было зимой, так как я присутствовал на встречах также с Анатолием Эдуардовичем и его командой в январе 2015 года, то есть в этом году. Что изменилось, что нас ждет и так далее, я все расскажу. Собственно, такая ситуация, представьте себе, ну, собственно, я проспал весь перелет, и когда уже самолет садится в Челябинске, то есть в моем родном городе, мне раздается звонок, что уже телефон включен, соответственно, я доступен. Тема была общения по Skyway. То есть задавали вопросы, причем очередной мощный сетевик, который проснулась сейчас, и структурный лидер, очень много людей таких сейчас просыпается. Этот человек был зарегистрирован в РСВ, но особо не развивал. То есть был интерес по поводу общения, то есть что сейчас происходит, какие планы и так далее. И какое мое удивление было, когда люди, сидящие от меня справа, то есть остальные два сидения, спросили это про Skyway. Вот представьте просто ситуацию в самолете из Москвы в Челябинск. И такое вот совпадение. А потом выяснилось, что они зарегистрированы в Skyway Invest Group, и более того, сегодня не исключено, что они присутствуют на вебинаре. То есть вот такие вот уже показательные совпадения происходят в нашей жизни. Как я люблю называть это, квантовая физика, случайности не случайны. Это работает наш всеобщий магнит на развитие нашего общего проекта, движение к единой цели. И, собственно, для меня это стало действительно отправной точкой, что по Челябинску, по Екатеринбургу сейчас офлайн, и тем более, что был заключен один из договоров, который был заключен с Анатолием Эдуардовичем Юницким на предпроектные работы, на потенциальный заказ. Это, соответственно, Челябинск-Екатеринбург. То есть такой проект уже будет выполняться, это уже конкретные планы, и, собственно, этот проект мы обязательно сделаем. Кроме того, был заключен очень серьезный контракт Арманд, Арманд, собственно, руководитель, директор Global Transcend UK, очень ждал этого контракта, и, собственно, он был заключен, то есть Терса Лондон. Сейчас будет происходить просто взрывной рост, на самом деле, по Европе, потому что в ближайшее время, скорее всего, будет обсуждено по поводу повышения основного капитала, и по той же схеме, но именно применимой к иностранному рынку, у нас пойдет развитие по Европе, по Шотландии, по Великобритании и так далее. По темам, которые касаются русского, сибирского холода, то есть очень много было освещено вопросов на дневном вебинаре, на нем присутствовал Сергей Анатольевич Сибиряков, Андрей Федорович Ковратов. Обязательно посмотрите его записи. Я жряться не буду, хотя, собственно, можно поговорить и об адресных проектах. Многие не понимают вообще, зачем мы заключаем эти договора, контракты. То есть, если кто не понимает, то поставьте минус. Соответственно, я объясню, зачем это все нужно. И общая сумма, на которую было заключено потенциальных заказов, то есть это учитывая скандинавское направление, это учитывая турецкое направление, это учитывая Латвию, это учитывая Челябинск-Екатеринбург, это учитывая Терса-Лондон на 95 миллиардов долларов. То есть, это реальные цифры, это реальная оценка по поводу протяженности трасс. И, собственно, это только первоначальные шаги. Это доказывает то, что на сегодняшний день мы с вами входим действительно в триллионный рынок. И, как говорил Анатолий Эдуардович, то есть, очень интересное общение произошло. Я думаю, будет промоушены у нас, когда можно будет попасть в КБ, то есть, пообщаться с Анатолием Эдуардовичем. Это будет именно группа активистов, именно даже не среди директорского состава, а среди активистов, руководителей, представителей, просто активных людей, которые развивают наш проект. И, собственно, вы посмотрите, послушаете, познакомитесь с этой командой. Я действительно был поражен тому скачку, просто квантовому скачку, который произошел с зимы. То есть, зимой было начало, так скажем, на цокольном этаже, то есть, там модельный ряд представлен, именно образцы модели Юнибуса в дереве. То есть, мы зашли, постояли. Собственно, 14 человек вмещается очень легко, и несмотря на то, что снаружи, кажется, Юнибус по абсолютно маленьким транспортным подвижным составам, то есть, не скажешь, что туда поместятся 14 человек, и абсолютно комфортно все стоят без каких-либо толканий, суматохи, которые в метро у нас обычно бывают. То есть, очень эргономично, и очень, в первую очередь, удобно для пассажира. То есть, Анатолий Эдуардович Юницкий напомнил нам, что основное то, что он пытается сделать, и это один из подходов вообще, один из подходов, которые использует группа компаний Skyway, как развитие своего бизнеса. Таким образом развивался Стив Джобс. То есть, он не просто создавал iPad, а вообще, чтобы вы были в курсе, первое изобретение после Mac, ну, можете тоже поставить, кто знает, что принесли Стиву Джобсу после первого Macintosh, который они в партии несколько сотен продали, и начался глобальный мировой бизнес. То есть, поставьте, пожалуйста, ваши варианты, я чуть позже расскажу. Но подход Анатолия Эдуардовича Юницкого заключается в том, что он не только занимается именно техническими характеристиками, то есть, именно из какой марки стали будет колесо, из какого материала будет путевая структура, какое натяжение, какие усилия будут применяться. Это все понятно, это физика. Причем в этой области Анатолий Эдуардович просто гуру, и вы бы видели вообще, каким образом происходит управление. То есть, нам довелось поприсутствовать на совещании, то есть, это показывает вообще именно коэффициент доверия. Я думаю, что никто не присутствовал на совещании, на рабочем совещании. То есть, была показана именно концепция, в чем отличается наше движение от современных транспортных систем. То есть, есть определенные ноу-хау даже в движении. Какого вида перроны будут. То есть, перроны, если сравнивать с аэропортами, то я тоже это прокручивал в голове, несмотря на такую приятную усталость. Но могу сказать, что большую часть времени в аэропорту мы просто сидим и ожидаем, пока, соответственно, поток людей схлынет и займется тот или иной самолет. Поэтому мы и находимся в пересадках по 5, по 6 часов, иногда по 12 часов. То есть, я прилетел в Москву, соответственно, в 10 часов и смог вылететь оттуда фактически в 3 часа дня. То есть, в 5 часов я находился с отрывом вот именно от нашего бизнеса. То есть, интернет там особо не работает. Вообще, в поездках интернет очень плохо работает. И это также к вопросу. Вот новички присутствуют сегодня. Дамы и господа, новички, сегодня именно такой технико-экономический вебинар, который обычно проводят Сергей Анатольевич Сибиряков и я, Алексей Суходоев. И, собственно, тут мы уже не рассказываем о нюансах, о самой технологии, а именно о концепции, о адресных проектах, технико-экономических обоснованиях, о макроэкономическом прогнозировании, о стратегии развития и так далее. И что я хочу сказать, что Анатолий Эдуардович Веницкий в первую очередь заинтересован, чтобы была доступность транспортного средства и комфорт перемещения пассажира. То есть, это основные задачи, ну, естественно, безопасность, которую перед собой Анатолий Эдуардович ставит. И логика развития строится таким образом, что предполагается не марка стали, а бизнес представляется Анатоли Эдуардовичем Веницким именно как транспортная услуга. То есть, никто не будет покупать мобильный телефон, если он не звонит как надо. То есть, никто не задумывается, как он работает, какие там сигналы, какие микросхемы. Все по нему просто, соответственно, набирают и общаются. И также все будут перемещаться по нашей транспортной системе. И в первую очередь Анатолий Эдуардович именно и при постарении концепции линейных городов, и при создании транспортного средства, и при создании путевой структуры уделяет человеку. То есть, действительно, очень правильно написали, что делается все для людей. И это гуманистичное направление именно развития корпораций, группы компаний Skyway. Это очень сильно радует. И на сегодняшний день ни Siemens, ни TGV, ни TALIS, тот же самый, если не ошибаюсь, название, системы автоматизированного управления, которая тоже очень мощная организация, но они все работают из логики, чтобы создать именно технологию. То есть, обычно, к сожалению, вначале создается технология, потом думается маркетинг уже. Здесь же Анатолий Эдуардович выступает как одновременно с маркетологом, так и одновременно с создателем технологии. И это просто неимоверно заряжает, очень сильно радует таких профессионалов, которые работают с Анатолием Эдуардовичем Юницким. Ну, действительно, только Анатолий Эдуардович Юницкий, по сути, и мог это брать, потому что это действительно очень сильная команда. Происходит таким образом же отсев некоторых людей. Кто-то уходит, кто-то приходит, но я замечаю, что костяк уже остался. Они разрабатывают технологию, то есть, господин Сдрог, допустим. И хочется сказать, что в ближайшее время уже подписаны договора, что будет произведен переезд на более большую территорию, то есть, если говорить про сегодняшнюю территорию, это более тысячи квадратных метров, более тысячи квадратных метров будут заменены на две с половиной тысячи квадратных метров. То есть, представьте, это более чем два раза. Но несмотря на это, в связи с тем, что достаточно интересная экономическая ситуация, так как Россия каким-то образом несколько влияет на Беларусь, в России сейчас очень интересная экономическая ситуация, то есть, об этом я тоже сегодня пообщаюсь, расскажу свое видение именно, что, на мой взгляд, сугубо будет в будущем, и к чему я готовлюсь, к чему хочется, чтобы все были готовы, кто участвует в этом проекте. И, собственно, самое интересное, оплата будет за большую площадь, меньше, чем сейчас. То есть, этому мы действительно поаплодировали, то есть, это, опять же, супервыгодное предложение, которое было найдено командой Анатолия Эдуардовича Юницкого. Общение и заключение контрактов происходило в супер положительной форме, и хочу сказать, что тот момент, который именно отделяет зиму, то есть, январь 2015 года, и вот уже 15-16 числа, которые прошли в июне, это просто небо и земля. То есть, очень сильно увеличилось именно ощущение единства, что, несмотря на то, что мы инвест-проводящая система, которая финансирует технологию, мы ощутили себя именно частью группы компаний, тот теплый прием, те, именно, даже демонстрации некоторых, не то что ноу-хау, но то, что, в принципе, не показывает чиновникам, которые сейчас приходят, то есть, мы вам это будем дозировано давать, то есть, очень много сейчас работы будет у Дмитрия Слюсара, руководителя нашего мультимедиа-отдела, было подснято очень много материалов, мы задали достаточно интересные вопросы, которые, я надеюсь, искренне надеюсь, будут интересовать всех вас, потому что постарались подобрать те вопросы, которые наиболее актуальны и которые интересны для обсуждения именно не среди каких-то конкретных отдельных людей, а среди массы людей, то есть, нас с вами, которых уже, собственно, скоро приблизится вместе с РСВ к 100 тысячам. Я говорю вместе с РСВ, вместе с группой компании Skyway, потому что, опять же, хотел бы повторять про единство. И та концепция развития, которая сейчас выстраивается, она просто замечательная, то есть, я никогда не видел за свой опыт работы в крупных корпорациях именно такого даже, я бы не назвал это корпоративный дух, то есть, у нас есть мощная идея, у нас есть мощная идея именно объединение мира, спасение этого мира с помощью технологий, с помощью подкрепления реальной технологии и улучшение качества жизни тысячи людей. Это будущие наши пайщики, именно потребка операции. Если говорить за потребительское общество, то Антолий Эдуардович Веницкий абсолютно четко понимает эту задачу и именно эту идею, эту форму, не то что собственности, а именно форму деятельности нашего движения, нашего общества, нашей именно общности людей и понимает все плюсы, возможные риски. Все просто замечательно донес Дмитрий Счастливый, один из директоров, руководителей нашего юридического департамента. И я думаю, что тот материал, который был представлен совершенно спонтанно и именно как доклад Анатолию Эдуардовичу Юницкому с прорисовкой схемы потребительского общества мы также вам представим на более поздних вебинарах. То есть информации действительно очень много, но одно я могу сказать, то что у меня и так не было сомнений по поводу технологии. Здесь то, что я увидел, вот те модели Юнибусов, те разработки, как работает дизайн-центр, как работают вообще очень слаженно, очень профессионально абсолютно все сотрудники компании, насколько жесткий регламент и с тем самым абсолютно свободное движение мысли внутри научно-производства конструкторского предприятия, насколько грамотно руководит Анатолий Эдуардович Юницкий, одновременно жестко и мудро. И многие вещи, которые приходится доносить по иногда 20 раз, 25 раз, на 25 раз конструктора понимают, потому что Анатолий Эдуардович Юницкий как раз таки думает не только о технологии, а именно о комфорте, о доступности. Я думаю, в понятиях именно как терминология, именно комфортность и транспортная доступность, транспортная логистика, логистика построения линейных городов в будущем. Мы будем говорить на следующих вебинарах, хочется, чтобы все действительно это понимали. И я хотел бы вкратце остановиться на том, вообще, зачем мы заключили эти адресные проекты. То есть, я увидел в чате некое непонимание, что зачем мы вообще это дело сделали, но хочется сказать, что это вообще действительно исторический момент, исторический момент именно заключения потенциальных адресных проектов именно со Skyway Invest Group. То есть, таких контрактов не было заключено ранее. И мы являемся все с вами. И сейчас я на почту начинаю уже получать предложения по адресным проектам. В ближайшее время, как я и говорил, то есть, активисты из Нижнего Новгорода запишут видео, которое будет как опорная точка описания адресного проекта, как нужно это сделать. И более того, я хочу сказать, как только в вашем регионе появится адресный проект, потенциальный адресный проект, он должен появиться абсолютно в каждом регионе, потому что из этого и состоит наш бизнес. То есть, мало сделать технологию. То есть, я вот такой вопрос задавал, вы обязательно получите на него ответ развернутый видео, когда он будет смонтирован в нашем отделе мультимедиа. Вопрос заключался в следующем, то есть, насколько бурный рост вообще будет рожден после демонстрации именно, то есть, осенью 2016 года в конце осени, либо в начале осени, но однозначно осенью будет произведена демонстрация грузового и городского пассажирского транспортных средств. То есть, представьте себе, уже осенью 2016 года, не в 2020 году, уже в 2016 году это все будет произведено на свет, сертифицировано и так далее. И мой вопрос заключался в следующем. по сравнению с «Озерами», именно в 2001 году, в 2009 году, когда было доложено на госсовете, какая, на ваш взгляд, Анатолий Эдуардович, будет именно реакция, будет ли бурное развитие и будет ли противодействие среди конкурентов, но мы, как фонд, даже разработали концепцию вхождения в рынок, именно как отдел стратегического планирования и развития, который возглавляет Сергей Анатольевич Сибиряков, то есть в этом направлении я являюсь его замом, и та концепция, в которой также будет и представлена далее компания, как вывести технологию без каких-либо конфликтов и так не должно быть, но абсолютно ровно и гладко, как вхождение нож в масло, собственно мы все это будем именно обсуждать в сотрудничестве с Энергией с группой компании Skyway, потому что мы действительно единое целое, мы делаем единое дело и действительно меня переполняет эмоция, то есть очень классно то, что я с самолета сразу провожу вебинар, потому что возможно эти эмоции чуть-чуть бы притухли, но то, что сейчас происходит, я не мог предположить вообще зимой, то есть что такое уже возможно, что настолько мощно работает дизайн-центр, настолько быстро выдаются модели, концепты именно в 3D, то есть как говорится, первой была мысль, потом это проектируется и далее это в реальность. Мотор-колесо абсолютно правильно написали в чате, то есть мы сейчас отходим от логики вообще зависимости от каких-либо именно сторонних организаций, которые могут производить различные части наших подвижных составов, то есть мотор-колесо, система автоматизированного управления. Система автоматизированного управления это вообще просто сказка. Я назвал бы сейчас даже наши транспортные средства транспортными андроидами, то есть андроид, знаете, это вот сейчас готовит концепцию роботов и так далее. Вот наше транспортное средство оно будет способно думать, анализировать и принимать решения. Просто вдумайтесь в это. Оно будет способно видеть препятствия, оно будет способно анализировать ситуацию, оно будет иметь свои глаза и собственно система автоматизированного управления сможет принимать на основе каких-либо конкретных окружающих условий, условия окружающей среды, климата, рельефа, каких-либо препятствий встречающихся на пути путевой структуры и собственно решения эти будут приниматься фактически мгновенно. Если говорить про задержку именно принятие решений при диспетчеризации авиа и замечательное сравнение было у Анатолия Эдуардовича с нашим человеческим организмом, то есть вот что мне очень сильно нравится, группа компаний Skyway именно ассоциирует наши транспортные средства не как просто отдельная отдельная какая-то путевая структура, транспортные средства, заборы, а именно как единый транспортный инфраструктурный комплекс. Что это можно именно умное транспортное средство, то есть фактически оно будет или он будут думать то, так что-то выбило, ну собственно это привычная абсолютно ситуация уже выбивает, когда накал эмоций идет, почему-то такие ситуации в Испании тоже микрофон отключился, когда мы закладывали 26.02.2016 и о чем я говорил, о том, что собственно наш транспортный инфраструктурный комплекс будет как живой человеческий организм. Замечательное сравнение было у Анатолия Эдуардовича Юницкого, то что представьте себе, человек когда идет, он всегда падает, то есть фактически если поставить допустим вот ногу просто отдельную ногу, она упадет на какую-либо поверхность и задержка на самом деле у нашего организма достаточно существенная, несмотря на это у нас функционируют руки, у нас происходят мыслительные процессы, мышечные сокращения и так далее. Здесь же этим управляет именно система автоматизированного управления, которая создана под конкретные задачи, то есть будет свой дата-центр, я не знаю даже каких он размеров будет, но каждая ситуация на каждой путевой структуре, то есть фактически это будет превращаться знаете, то есть если вообще футуризм, причем ближайший футуризм ближайший футуризм именно представить себе, то юнибусы смогут быть пограничниками, то есть они смогут быть и медиками, они смогут быть и полицейскими, на самом деле вот кто был в Дубае, могу сказать такой пример, что там не стоят милиция, полиция, как в России с жезлами и собственно тратят свое время, там все происходит именно по стечению какой-то конкретной ситуации, когда произошло нарушение, тогда появляются бравые люди и собственно уже тогда происходит задержание преступника и так далее. Так как создается именно вот этот мыслящий аппаратный комплекс, то есть система автоматизированного управления, то правонарушений скорее всего будет намного меньше, то есть даже преступность будет снижаться, потому что представьте струнные дороги и соответственно они будут во многих городах далее будут доходить уже непосредственно от дома к дому и есть концепция строительства линейных городов, как они будут строиться именно города нового типа, то есть у Анатолия Эдуардовича Юницкого по поводу этого тоже своя логика, абсолютно именно логика, то есть вот что меня именно удивило и опять же зарядило в этом плане я никогда не любил людей и сам не любил зубрить именно формулы и так далее, запоминать билеты, то есть писал шпоры, чтобы понять именно структуру вопроса и Анатолий Эдуардович Юницкий он выводит именно из простого очень сложные вещи, то есть вы услышите эти ответы и абсолютно простым языком доносится ну просто сверх сложные вещи. Анатолий Эдуардович Юницкий рассказал нам то есть непосредственно директорского состава был вопрос по поводу конкурентов. По поводу конкурентов я могу сказать, что возможно их и нет именно в той логике развития бизнеса, который мы делаем. То есть естественно есть гиперлуп, про это вы все услышите, есть конкретные ответы на вопросы, мы будем рассказывать на вебинарах, но Элон Маск сейчас не так сильно увлечен именно проектом гиперлупа, то есть он занят, был запуском именно космических средств проекта SpaceX, Falcon 9 и это все было сделано в логике сейчас он планирует обогнать Google, тоже своеобразная такая гонка, он собирается именно 500-700 спутников на низкой орбите запустить и чтобы они покрыли всю планету Wi-Fi, я на самом деле обрадуюсь этому явлению, потому что у нас и сеть будет развиваться в разы быстрее и собственно мы сможем без отрыва от реальности в горах естественно кто-то может отключить Wi-Fi если не хочет чтобы цивилизация мешала ему отдыхать наслаждаться природой но во многих ситуациях это просто жизненно необходимо иметь интернет стабильный интернет и собственно что касается струнных дорог господа и новички струнную путевую структуру будут шито оптоволокно радиочастотные сигналы то есть провода передающие эти сигналы и поэтому транснет называется единая транспортная энергетическая коммуникационная социальная и информационная сетью то есть сетью нового поколения как надстройка над интернет и если я раньше сравнивал именно движение наших транспортных средств то есть все будут друг за дружкой двигаться без каких-либо столкновений запаздывания все будет в единой логике иногда они будут затормаживаться иногда разгоняться то есть не будет никаких пробок на перронах то есть вот это как раз на докладе показывалось очень очевидно очень очень профессионально на примерах видео то есть насколько просто на самом деле избежать перенаполнения и избежать вот тех часов пересадок которые мы с вами ощущаем в аэропортах эти ноу-хау уже применяются и применяется ноу-хау не только в технологии но и в логике построения вообще целой системы транспортной системы то есть таких нюансов очень и очень много Антолий Эдуардович очень знаете идет совещание и просто вставляется слово абсолютно логичное простое но меняющая концепцию того или иного вопроса настолько сильно что это именно логика то есть вот логика правит миром как говорится и вот вернуть к тому что если я сравнивал движение транспортных средств именно как движение данных то у меня может быть такое немножко техническое мышление но нужно сравнивать на самом деле наши транспортные средства с природой то есть это как движутся молекулы воды то есть они движутся строго поочередно друг за другом не наслаиваясь и так далее то есть если идет поток то он идет поток строго ненарушаемый также будут двигаться наши транспортные средства но на самом деле по поводу увиденного можно просто часами сейчас рассказывать давайте перейдем к тому кто не понимает зачем собственно нам нужны адресные проекты и почему мы заключаем эти договора зачем это делать если уже осенью 2016 года произойдет демонстрация грузовой городской пассажирской далее 2017 уже чуть попозже будет непосредственно сертификация демонстрация высокоростной уже трассы но мало сделать технологии нам нужно выйти уже на рынок с готовой работающей моделью бизнеса как я назвал это на одном своих вебинаров это будет сеть из адресных проектов сеть из адресных проектов на основе сети нового поколения транснет то есть что такое транснет я вам рассказал чуть ранее у нас есть сеть из людей то есть обращение господам и дамам новичкам именно то есть есть сеть из людей причем которая очень мощно развивается сейчас у Андрея Федоровича Ковратова четко выстроены планы которые будут реализованы в ближайшее время уже реализуются уже происходит первое обучение именно тех активных людей представителей которые сейчас развивают наш проект и соответственно что я могу сказать что действительно те то что мы декларируем то что 2015 году мы планируем уже выходить на миллион людей то есть тысяча регистраций в день планируется это абсолютно достижимо абсолютно достижимо потому что все стихийно развивается действительно вот в чатах написали очень и очень верные вещи сказка становится реальностью и люди которые летели со мной в самолете они видимо из той категории людей которые инвестировали особо не наблюдает за проектом либо наблюдает но редко и когда я им рассказал про Челябинск Екатеринбург они так удивленно вот я я же тебе говорила женщина сказала мужчине что это реально он говорит да теперь это реально телодвижение идут и я им не рассказывал еще про то что я вам просто одну сотую того что мы услышали за вот эти два дня именно научно-производственном конструкторском и более того мы вам покажем видео как ездит модель именно модель кому-то она покажется игрушечной но увеличьте в 10 раз это уже на следующий не она не как она кот по Прошу прощения у вас. 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 И, соответственно, далее уже эта компания будет осуществлять даже не строительство, а именно координацию развития адресного проекта. Если говорить про крупнейшее строительство дороги в Китае, то есть это один из самых дорогих проектов именно по подвижным составам в Китае, то скоординировалось всего лишь 30 человек. Представьте себе, управляющая компания состоит из 30 человек. Если говорить про заинтересованность чиновников, вот в чате я вижу абсолютно правильный закономерный вопрос, то тут будет уже государственное частное партнерство, тут будет доля конкретных чиновников, которые будут заинтересованы в развитии этого адресного проекта на территории их региона, они смогут при соответствующем участии быть в доле. И более того, Skyway Inves Group не планирует на 70%, на 80%. То есть это, скорее всего, не будет даже возможным в большинстве адресных проектов, которые мы финансируем не полностью на свои средства, быть именно преобладающим акционером. То есть большей долей будут обладать именно как раз-таки те чиновники, те заинтересованные крупные лица, крупные органы, которые сейчас присматриваются к нашему проекту и, так скажем, наблюдают. Если говорить, опять же, про будущую экономическую ситуацию, то мое мнение, что осенью будут происходить очень серьезные экономические потрясения. То есть, как говорится, не дай бог, но опять же, случайное знакомство, опять же, случайности не случайны, потому что Анатолий Эдуардович Юницкий рассказывал про концепцию именно короткометражного ролика, именно вирусного ролика. Классная идея на самом деле, чтобы продвинуть наш проект не как вот был вирусный ролик, а замечательный, сделанный, но сделанный именно на первых шагах. Наверное, все вы помните, где вот про Мартина Макфлая, про летающую доску сравнения, то, что пещерные люди сначала жили в пещерах, потом развели огонь, ну, я думаю, все помнят. И, собственно, была идея создать профессиональный ролик, именно действующий в первую очередь на подсознание, на сознание людей, такой вирусный ролик. И самое интересное, я познакомился, когда летел в Минск с режиссером, с продюсером, который буквально на несколько дней был в Челябинске. Они отсняли недавно «Экипаж», то есть это полнометражный, высокобюджетный фильм. Тоже вот откуда эти знакомства берутся. Ну, все благодаря нашим общим усилиям, нашему единому видению, нашему единому движению к цели. То есть это работает только квантовая физика, волны как угодно называйте, но я думаю, у всех у нас происходят такие совпадения. У кого такие совпадения происходят, поставьте, пожалуйста, плюсик в чате именно по развитию нашего проекта. И, да, синхроничность, абсолютно верно. И что я хочу сказать, он сказал, что уже многие люди вкладывают свои деньги, то есть кто-то в Кубу, если, кстати, кто-то хочет застать Кубу именно в том состоянии нетронутости цивилизации, в некоторых местах даже нет интернета, я на Кубе, к сожалению, не был, но я думаю, что такой я уже не застану, потому что она будет взлетать примерно как Сингапур. Очень много денег сейчас вкладывается, вполне возможно, что там уже можно будет инициировать и наши адресные проекты. И хочется сказать, что многие люди не знают, куда грамотно вложить очень большие приличные суммы денежных средств, потому что то, что будет происходить в России осень максимум, зима их не очень сильно радует. И, соответственно, наш проект это действительно экономический ковчег, действительно то спасение многих людей, которые хотят избежать этого экономического коллапса и все когда-то в меняются, все когда-то кардинально переворачивается сверху, с ног на голову. И, собственно, я подозреваю, что это как раз таки наш проект, потому что за всю историю вообще моего развития и в интернет-бизнесе, и в работе в современных корпорациях я не видел таких масштабов. То есть, если сравнить Alibaba, это крупнейшее IPO, да, но это торговля, это электронная торговля, то есть тут нет подкрепления инновационной технологии, тут нет развития далее. Если говорить про наше развитие далее, то за каждым адресным проектом будет следовать еще один адресный проект. Более того, если говорить про проекты, то даже мы будем продавать инновационные заборы. То есть, та концепция заборов, которую представил Анатолий Эдуардович Юницкий, причем она может быть абсолютно прозрачный забор, но сквозь него не сможет пройти враг, так скажем, неприятель, они могут даже устанавливаться даже на пограничных постах. Хотя очень простое создание, естественно, с элементами ноу-хау, очень большая именно дешевизна, очень маленькое задействие материалов и вот это вот как раз в логике развития нашего современного транспортного средства под названием технология SkyWay. То есть, Анатолий Эдуардович Юницкий сравнивал и с китайскими подвижными составами те массивные опоры, то есть, представьте, именно масса опоры 2 тонны, 2 тонны и охват несколько метров в диаметре. То есть, как-то их нужно поднять, их разрезают на самом деле, потому что их невозможно поднять, установить, потом как-то сваривают, соединяют. Соответственно, это, кто вот технарь понимает, что провоцирует различные погрешности, нарушения зазоров и так далее. У нас же будет неразрезная конструкция стакадного типа, то есть, абсолютно ровная поверхность, без сварных соединений, швов и так далее. И, соответственно, будет испытываться на степени нагружения именно то, что, да, вот Валерий мне подсказывает, возможно, 200 тонн. Возможно, 200 тонн, да, Валерий. И, собственно, что хочется сказать, что действительно та технология, которая сейчас создается, она не имеет аналогов во всем мире. И те конкуренты, которые есть, они будут иметь развитие в этом рынке. Но вообще вот наша технология, как действительно правильно сравнил Анатолий Эдуардович Юницкий, именно самолет братьев Фрайт с современными Боингами А380. И действительно, мы являемся основоположниками развития транспортного второго уровня. Если говорить про Гиперлуп, если говорить про другие транспортные коридоры, коридоры высокоскоростных дорог, то они планируются 2019, 2020, 2026 году. Если говорить про скандинавский коридор, то 2030 году с лишним. Но наша технология развивается настолько стремительно, и она развивается действительно правильным образом посредством народного финансирования. Сейчас это становится очевидным все большему и большему количеству людей. Это не может не радовать. И причем самое главное, люди приходят именно на эмоцию, именно на идею. То есть многих не интересуют технические характеристики. Это опять же сравнивая с мобильным телефоном. То есть все просто будут пользоваться транспортным, именно как конкретно транспортная услуга, как законченное комфортное, безопасное, доступное решение. Мы сможем перемещаться уже в будущих наших линейных городах, именно со скоростью, затраченным временем максимум несколько минут от одной станции до другой. И в этой логике абсолютно закономерной и прекрасно развивается научно-производственное конструкторское предприятие под руководством действительно гуру, инженерной мысли и современного гауди, так скажем, если про архитектуру говорить. Именно вот то, что сумасшедшие эти формы невообразимые. Гауди, современные инженерные мысли, Леонардо да Винчи нашего современного мира, Анатолия Эдуардовича Юницкого. Я действительно убедился, что этот проект не просто будет очень бурно развиваться, он будет развиваться сверхбурно и в геометрической прогрессии. Поэтому сейчас инициированы адресные проекты, которые обязательно в ближайшее будущее будут реализованы, потому что те команды, которые сейчас формируются, те совпадения, которые у нас происходят в общей системе, действительно доказывают тот слоган, который мы всегда повторяем. Транснет-групп «Мы объединяем мир» и «Строй Skyway спасает планету». Благодарю за внимание. С вами Алексей Сходоев. И, пожалуйста, для тех, кто интересовался, промокод. Промокод – это для новичков. То есть, те люди, которые в первый раз присутствуют на вебинаре, смогут получить 5-процентную надбавку к пакету акций. Это очень отличная мотивация именно в тот период, в тот момент, когда действительно все не просто реализуется в наших головах, а уже воплощается в реальность железа. И скоро мы увидим уже все в движении. До скорых встреч. С вами Алексей Сходоев. Я надеюсь, что вы прочувствовали те первоначальные эмоции, которые максимально постарался донести вам после нашей поездки в Минск. Благодарю. Всем удачи. Всем счастливо.